Привет всем, кто с нами и кто смотрит мои ежедневные выпуски о том, как я прохожу программу 100-дневный воркаут. Сегодня очередной день, а значит мы приехали на очередную площадку в городе Москва, на которой я буду сегодня заниматься. И первонаперво покажу вам её. Итак, площадочка сегодня достаточно большая. Здесь есть рукоход. Я бы не стал на нём заниматься, он шатается. Есть непонятные штуки, на которые просто тратят деньги, потому что никто не понимает, как на них заниматься, кроме Ганнибала. Вот эта вот конструкция, ради которой я, собственно, и приехал сюда, потому что она интересная, захотелось я вам показать. То есть вы можете прыгать с нижнего турничка на верхний, в лучших традициях Beast Mode, из старого доброго видеобиста. Какая-то убитая штука, чтобы качать пресс. Есть более полезная штука, чтобы качать пресс. Качать сделанная на довольно старанных разбитых хомутах. Хочется сказать, что площадке, наверное, не больше года, мне так кажется, она уже в пламьё убитая. Ну, качество оставляет желать лучшего. Вот эти вот интересные штучки. Опять, опять одиночный столб. Уже вторая площадка, на которой есть одиночный столб. Если кто знает, для чего может использоваться один столб, то пишите, пишите в комментариях, может быть я чего-то не знаю. Здесь они почему-то вместо хомутов решили использовать другое крепление. Что если они используют везде другое крепление, а хомуты это только для прикрытия? Думаете, такое невозможно? Возможно. На одной из площадок так и сделано. Итак, брусья. Брусья выполнены под углом. Что? Зачем? О, господи, здесь много маленьких кричащих детей, которые нас немного отвлекают. А зачем? Зачем делать брусья не параллельно друг другу, а параллельно, но при этом под углом? То есть... Да ещё и не параллельно, как выяснилось. Господи, кто это придумал? Обычные брусья тоже кривосогнутые. Прекрасная вещь, которую, видимо, придумали, посмотрев на ту штуку от Ганнибала. И поняв, что мы можем придумать не хуже хренотень. И придумали вот такую ерунду. Ну, серьёзно. То есть, ну, можешь, конечно, как на брусьях на них отжиматься. По большому счёту, ерунда. Маленькая ерунда. Большой столб, который просто столб. То есть, ерунда. Высокие и не очень высокие брусья. Убийственные хомуты, да? Смотрите, насколько вылазит винт. Болт? Болт, наверное. Вот такая вот площадка у меня сегодня. Радует, что я смогу отжиматься не от пола, а от какой-нибудь поверхности. Мне радует качество. Мне радует то, что на такое ужасное качество было потрачено много денег, судя по количеству. Разная конструкция. Лучше бы поставили поменьше, но качественных вещей. Вот. В общем, вот такие вот дела. Буду здесь тренироваться. Кстати, смотрите, крутая штука. Это лесенка. Ну, то есть, задумки были. Задумки были, они были хорошими, но реализация, как всегда, подкачала. И это очень-очень жалко. Сейчас буду разминаться, потом буду делать круги. Так что, погнали. Я видел тысячи лиц, порядочных и крыс. Кто-то стремился ввысь, кто-то падал вниз. Кого-то била жизнь, кому-то дала шанс. Чья-то же туха грязь, а чья-то глянца. Кто-то успел взять, кто-то остался ни с чем. Кого-то ломала система. Кто-то вне систем. И вместе с тем на своем месте. Вкидывая, отбивая вложенные средства. Кто-то плюет на крестик. Жажда мести, отбирая жизни и лишая чести. Кто-то за занавесой остается с краю. Делая вид, что ничего не видит и не знает. Кто-то торгует сексом, а кто-то снегом. Кто-то считает монеты на буханку хлеба. Кому-то жить вредно, кому-то в кайф. Кому-то дорога прямо вак, кому-то в рай. Одни замаливают грехи у неба. Просят, чтобы им воздалось и верят слепо. Другие молча тянут на себе свой крест. И верят в сердце, что Бог все же где-то есть. Ты можешь просто ждать, а можешь быть борцом. Можешь убивать, а можешь быть ворцом. Тяжело не врать, легко быть под лицом. Главное не потерять свое лицо. Ты можешь просто ждать, а можешь быть борцом. Можешь убивать, а можешь быть ворцом. Тяжело не врать, легко быть под лицом. Главное не потерять свое лицо. Я видел много лиц, в которых виден только шприц. Лица самоубийц, лица московских пригламуренных девиц. В глазах которых первый в клубе и пляже за границ Лицо со шрамом, как в кино с парой граммов Лицо миллионера с шампанским в ванной Довольное лицо мента, что он сейчас пьяный Лицо того, кто типа сейчас нарушил правила Простые лица матерей, что потеряли своих сыновей в казенной армии Это неправильно, у смерти нет лица И как ты объяснишь ютсу, что больше нет отца Со мной лица тех, кто верит в эти ритмы И ритм жизненный у нас, рваный, избитый Все раны и биты будут однажды забыты Если идешь ко мне в гости, знай, двери открыты Куда ни глянь, у всех дела идут от сердца Но почему-то так много вождей, так мало индейцев Нам пычат в лица, мол, знайте свое место Фак ю, мистер, власть, я просто честен Ты можешь просто ждать, а можешь быть борцом Можешь убивать, а можешь быть борцом Тяжело не врать, легко быть под лицом Главное не потерять свое лицо Ты можешь просто ждать, а можешь быть борцом Можешь убивать, а можешь быть борцом Тяжело не врать, легко быть под лицом Главное не потерять свое лицо Вот так вот я потренировался И осталось всего пару моментов, о которых нужно рассказать Во-первых, в комментариях спрашивали, буду ли я выкладывать фотки до-после 100 дней Сто дневки нет, не буду, потому что, ну сами по 100 дневки у меня в кругах я делаю по 10, допустим, отжиманий То есть кругов 50 отжиманий За свою обычную тренировку я делал более 500 отжиманий Поэтому я не хочу смущать даже если какие-то результаты я получу Я их получу явно не от 100 дневки за эти 100 дней А от своих обычных тренировок И 100 дневку, как я уже не раз говорил, я прохожу больше для того, чтобы поддержать остальных участников Замотивировать их выходить на улицу, тренироваться, не бросать и дойти до конца Второй момент Я не помню ни одной загадки про гриб, но они наверняка есть И вот такой, смотрите, здесь есть гриб на площадочке Видите, у него есть шляпка У меня вопрос, какого хрена она здесь делает? То есть, почему нельзя было поставить такую же заглушку, как на все остальные? Что это за отношение такое? И так сойдет! Блин Она меня раздражает Просто реально раздражает В площадке всего ничего Она уже вся убитая Проржавевшая, разваливающаяся И, наверное, в следующий год ее надо будет менять Ну и как бы Вот раньше, раньше Помните видос с паутинкой, которую в 70-х поставили? Она до сих пор стоит Раньше делали на славу Сейчас же так не делают И еще один момент Я тут глядал свое видео Увидел, что я подтягиваюсь, не полностью разгибая руки По крайней мере, на последнем видосе так было Сегодня я подумал, надо бы полностью разгибать руки И у меня на втором кругу что-то щелкнуло в плече Поэтому, я думаю, не буду больше разгибать руки до конца И кто-то может сказать, что это неправильно Надо разгибать руки до конца И все это брехня Когда мы говорим об упражнениях Нет такого правильно и неправильно Забудьте эти слова Есть два параметра И я говорил о них в видео Про технику упражнений Есть параметр безопасно Есть параметр эффективно И все упражнения вы должны выполнять безопасно Насколько вам это позволяет И увеличить их сложность, чтобы увеличить эффективность Но сохраняя безопасность То есть, естественно, когда ты сгибаешь руку полностью То первое движение в подтягиваниях Приведение лопаток, сведение Оно добавляет эффективности в упражнения Но когда ты это делаешь на холоде Если вдруг ты не до конца разогрелся То ты можешь травмироваться И тебе оно совсем не нужно Поэтому лучше делать упражнение чуть менее эффективно Но более безопасно И продолжать тренироваться, получать результаты Это относится абсолютно ко всем упражнениям Поэтому, когда вы смотрите на мою технику На то, что я делаю На то, что мы показываем в программе Мы всегда исходим именно из этих двух параметров Вот, а дальше уже Вы можете посмотреть на кого-то другого Можете посмотреть, что человек делает небезопасно Чем-то рискует, чтобы получить дополнительные выгоды Это его дело Это его дело Но вот Вы всегда должны иметь это в виду Так что забудьте про слова правильно и неправильно Их нет в данном случае Вот Вот такие вот дела на сегодня Завтра вас ждет новая Новая площадка? Нет Новая площадка вас ждет так, мимоходом Потому что завтра опять Открытая тренировка с патриотами Я услышал вас Буду показывать больше Саню Потому что я буду продолжать тренироваться По своей программе с отжимашками Просто добавлять Количество Добавлять повторения Вот Ну и буду тогда снимать Саню Посмотрим, что он там расскажет Что он напридумывает А так Спасибо всем за просмотры Хорошего дня Если еще не делали круги То хорошей тренировки Пока Пока